Все-таки санкции будут. О том, что ждать от рубля в ближайшее время, стоит ли ждать, что он будет спокойным или какая-то волатильность, мы поговорим с ведущим аналитиком группы «Понятили Трейд» Анастасией Игнатенко, которая находится с нами на прямой связи. Сейчас, Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте, Даниил. Как вы смотрите на перспективы нашей валюты, на рубль, в ближайшее время, до конца года? Ждут ли нас какие-то потрясения? Стоит ли их ожидать? Кого их вероятности? На мой взгляд, все-таки шанс введения санкций к концу года, либо к началу следующего, он остается достаточно большим. Но ввиду того, что сегодня объявлены итоги промежуточных выборов в Конгресс США и демократу полностью заняли Нижнюю палату, и теперь мы наблюдаем раскол внутри Конгресса, я думаю, что вероятность того, что эти санкции наступят, скажем так, незамедлительно, конечно, этот фактор исчез. Дело в том, что пока, я думаю, и конгрессменам придется потребоваться какое-то время, чтобы договориться, то есть республиканцы и демократы должны найти общее взаимопонимание на это, этот процесс, на мой взгляд, может уйти порядка, может быть, как раз месяца или более. На мой взгляд, пока не менее в рамках ноября я вижу динамику нашей валюты достаточно стабильной и считаю, что нефтяные котировки смогут удержаться выше уровня 70 долларов за баррель. И от этого важного рубежа, ниже которого цены не находились с апреля этого года, все-таки стоит ждать повышательную динамику. И где-то со второй половины ноября эффект иранских санкций, он даст о себе знать, и мы увидим сокращение запасов. Поэтому глобально я могу сказать, что такой широкий боковик 65 рублей снизу, где-то 66-66.30 рублей сверху, он, скорее всего, сохранится на горизонте ближайших нескольких недель. И выхода за его пределы пока я не ожидаю. Спасибо вам, Анастасия. Это была Анастасия Игнатьенко, ведущая аналитик группы компании «Телефон». Продолжение следует...